В Сочи началась проверка шиномонтажек. В центральном районе уже проверено 24 точки и выявлено масса нарушений. Несколько частных домов в Адлере остались без воды. К такой практике пришлось прибегнуть участникам рейда на улице Киевской. В Сочи начали выдавать открепительные удостоверения, а кандидата от партии «Яблоко» теперь придется зачеркнуть. Сделать свой выбор – спортивные школы Сочи проведут день открытых дверей. Строительство пяти школ планируют начать на Кубани в следующем году. Об этом заявили на краевом совещании, которое провел Вениамин Кондратьев. Новые учебные заведения возведут в Краснодаре, Армавире, Новороссийске и Сочи. Сегодня там наиболее остро стоит вопрос с нехваткой мест в школах. Здания будут строить по типовым проектам. Их уже утвердили в Минстрое России. Также Вениамин Кондратьев призвал глав муниципалитетов своевременно подавать заявки для участия в федеральных программах и готовить всю необходимую документацию. Кроме того, по мнению руководителя края, местным властям необходимо активнее работать с инвесторами. «С нашей стороны будет безответственно абсолютно и преступно, если хотите, если мы сегодня не будем находить возможности, средств для того, чтобы на самом деле на системной основе начинать строительство школ в крае. Не в Краснодаре, не в отдельном районе в крае. Это преступление перед нашими детьми в первую очередь. Глава муниципальных образований, коллеги, всем вам говорю, если есть возможность работы, неважно, это бизнес строительный или просто бизнес, или инвесторы, строите школы. Под мою ответственность, я еще раз подчеркиваю, если лектор ведется, протокол ведется, школы мы будем выкупать». «Ваше поручение начать работу с инвесторами, для того, чтобы они начали строить, с гарантией, что мы выкупим, на данный момент выполняется. В городе Краснодаре получено разрешение на строительство микрорайон Губернский, школа 1550. Они ее сами разработали и они ее вводят сами в проекты повторного применения. Также мы ведем переговоры с инвестором строительства такой же школы 1550 в Молодежном и на Восточном Кругляковской». На строительство школ в следующем году потратят около полутора миллиардов рублей. Полностью же решить проблему с дефицитом учебных мест планируют к 2025 году. К этому сроку, с учетом роста миграции, на Кубани необходимо построить не менее сотни школ. «Если говорить о миграции и о том, какая у нас демографическая ситуация, то до 2025 года нам потребуется ввести 200 тысяч новых мест. Чтобы было понятно, что это за безумные цифры, скажу, что за 10 лет в крае введено 13 тысяч мест, за 10 лет, в то время как должно было быть введено 100 тысяч минимум, чтобы мы сегодня не испытывали вот эту потребность и вот эту катастрофу, с которой столкнулись». На совещании Венимин Кондратьев распорядился также рассмотреть возможность увеличить финансирование программы ремонта сельских домов культуры до 120 миллионов рублей. Больше 70 процентов клубов в крае сегодня нуждаются в замене кровли или других ремонтных работах. Как отметил глава региона, в небольших станицах и поселках Дом культуры – это главный досуговый центр для жителей. Проработать вопрос о выделении средств на их реконструкцию губернатор поручил Министерству финансов. Гелена Всецна, телекомпания ФКТ. Птицефабрика «Уманская» Краснодарского края будет выпускать порядка 6 тысяч тонн мяса птицы в год. Вениамин Кондратьев оценил ход реконструкции крупнейшего птицеводческого предприятия Ленинградского района. А в следующем году в станице Ленинградской откроется учебно-методический центр для садоводов. Подробнее наши краснодарские коллеги. Полная свобода в питании куриц – залог экономической успешности. По такой формуле работают на этой птицеводческой станции. Цветные бройлеры едят и пьют, когда хотят и сколько хотят. Это во многом и позволяет выращивать здоровую птицу, раскрывают губернатору секреты производства. Птицеводческую станцию построили на месте обанкротившегося предприятия. В восстановлении только одних корпусов вложили 400 миллионов рублей. Добились того, что сейчас здесь выпускают четверть всего инкубационного яйца в Южном федеральном округе. Готовятся запустить убойный цех. Главное условие, чтобы был рынок сбыта. Самый главный вопрос реализации. Сами должны реализовать. Или должен быть оператор, который должен быть региональный оператор, местный, который гарантированно им прогарантирует, что их цикл даст им прибыль. Они будут сбыты. По большому счету, никогда мы не создадим уверенность у любого агрария в том, что сегодня животноводство или птицеводство – это выгодный бизнес. А это бизнес. Они должны зарабатывать. Сегодня мы же все равно должны, как бы мы ни говорили, продумать о том, чтобы венцом их цикла был гарантированный сбыт. Заполонить свои продукции в прямом смысле. Кубанские прилавки готовы и садоводы. Тем более, что почти треть яблок на внутреннем рынке привозны. Для этого местный фермер Александр Акимов вложил 200 миллионов рублей и открыл учебно-методический центр. Всем желающим тут расскажут, как правильно ухаживать за садом, какая система полива эффективнее и сколько удобрений нужно вносить. Губернатору показывают сады, которые вырастили специально для занятий. Такой комплекс, признается Александр Акимов, создал не для собственной выгоды, а чтобы в перспективе кубанские яблоки. В здоровой конкуренции вытеснили импортные. Сейчас на рынке у нас присутствует где-то 60 процентов местного яблока. Более даже больше. Ну как опять такой же самый вопрос. На Кубани 60 процентов местного яблока, а 40 привозного. Но, ребята, мы же на Кубани живем. У нас здесь вообще ни одного процента, ни половины процента не может быть яблок, ни наших. Это Кубань. На кубанский рынок они не должны пробиваться. Они должны здесь иметь четко возможность продавать столько, сколько хотят. Яблоко Кубанское расходится по всей территории России. Поэтому и задача стоит нам сегодня ежегодно наращивать как минимум тысячи гектар садов нового типа, интенсивного типа, для того, чтобы обеспечить потребность. То, что делать ставку на развитие садоводства в Ленинградском районе экономически выгодно, считают и в Краевом и Минсельхозе. На поддержку в бюджете заложили деньги конкретно под это направление. Через 2-3 года район станет еще одним центром в Краснодарском крае, где садоводство будет являться мощным таким производственным звеном. А сейчас и поддержим то, где точки роста. Возможность есть поддержать финансовая возможность в бюджете поддержать садоводов? Мы сегодня оказываем поддержку выделением субсидий на закладку садов. Это 230 тысяч рублей на 1 гектар. Эта поддержка сегодня пользуются те сельхозтоваропроизводители, которые проводят закладку многолетних насаждений. Поэтому эта поддержка осуществляется. И у нас по садоводству по ряду мер, связанные с Роскорчевкой, старых садов, тоже мы 60 тысяч на гектар выделяем. Потенциал Ленинградского района действительно высок. Здесь получают почти 3% всей сельхозпродукции региона. Это не только крупные холдинги. При желании и с государственной поддержкой фермерства вполне рентабельный бизнес. Убедиться в этом на собственном примере губернатору предложил местный аграрий. Артем Заострожников сумел создать из убыточного небольшого хозяйства среднее производство. Вот я слушаю многих здесь, раньше где-то. Вот дайте нам то, дайте это. Мы сделаем то, мы потом то дадим, мы стране угля дадим. Да нет, вы пойдите и сделайте что-нибудь. Я, пользуясь случаем, хотел вас пригласить и посмотреть за 3 года, что превратилось из банкротного, практически разваленного хозяйства, во что оно сейчас превратилось. И увидеть своими глазами эти точки роста. Мне один фермер сказал, знаете, вот сколько вы денег не давайте дураку, толку не будет. Понимаете, вот важно, хозяин или дурак. А если вы даже хозяин, поверьте, значит без денег, а без зала добывается. Это очень важно. И точки роста даже материальные, иначе у нас будут прожекты. Не проекты, а прожекты. Реальное, что необходимо, что принесет дивиденд для района, приоритеты абсолютно верно мне надо расставить. То, что даст максимальные деньги в бюджет. Если деньги появятся, если мы не ошибемся с приоритетом, выберем ту точку роста, которая будет максимально экономически выгодная, значит мы увеличиваем бюджет, значит есть возможность другие точки роста тоже запустить. Но если у фермеров есть все условия для развития, то заниматься малым бизнесом в станице Ленинградской не так уж и легко. Местные предприниматели рассказывают Венемину Кондратьеву о том, как потеряли свои магазины на рынке. Арендованную у местной администрации землю со всеми зданиями, просто взяли и продали в частные руки. Теперь люди пытаются вернуть собственный бизнес. Со всеми магазинами, которые принадлежали нам предпринимателям. Придите ко мне, разберутся наши юристы и обязательно поможут. Значит, это самое... Вы в них ни разу не были. Даже постановка вопроса неправильная. Не они должны идти к вам, а вы должны идти к ним. Если есть проблема, которая на самом деле касается не только его лично, других предпринимателей и людей, которые по большей части торговали на этом рынке, если он там был рынок. Вот я понимаю, что один встал, дарая с места и говорит, ну непростая эта ситуация, совсем непростая. А если они говорят, то что она не решается. А почему не решается? Может быть, эта талантливая группа предпринимателей, она талантливая по отношению к районной администрации, там тоже талантливо всех окучила, по большому счету. То есть я всегда реагирую максимально на проблему, где уже люди кричат. Такое отношение к малому бизнесу даже в частных случаях недопустимо, подчеркивает глава региона. Подобные ситуации убивают любое желание людей заниматься собственным делом. Районным властям Вениамин Кондратьев дал понять, холить нужно не только крупный бизнес, он и так чувствует себя уверенно, но и малые предприятия, которые должны стать основой экономики. Александр Иванченко, Мария Крошина, Денис Перец, Денис Москаленко, Кубань-24, Ленинградский район. В Сочи будут раскручивать местный винзавод. Сегодня в администрации города собрались представители сетевых федеральных и региональных магазинов, предприятий общественного питания и розничных магазинов Сочи. На встрече обсуждали судьбу адмерского производителя вина. По словам заместителя главы города Олега Ясюка, туристам нужен именной продукт любимого курорта. Поэтому производителю нужно поработать над оригинальной этикеткой, запоминающимся дизайном бутылки. Новый продукт должен стать еще одним брендом Сочи. Я понимаю, что вы промышленники, и для вас это главное – это выпусить. Но сейчас из-за того, что большая конкуренция, главное, мне кажется, это продать. Это большая задача по продаже, Поэтому нужно менять имидж, менять бутылку, этикетку. Все это сделать таким сочинским, ажурным, красивым. Такой же и напиток должен быть, такая же и цена. Тогда он попадет в ту линейку, которая, в общем, должна. Завод в Адлере открылся около года назад. Его представители заверили, что вино готовится исключительно из натурального продукта, без каких-либо добавок. В рамках федеральной программы импортозамещения в Сочи за последний год открылось несколько предприятий по изготовлению собственной продукции. Вино станет новым этапом развития как в отрасли продовольствия, так и в сфере туризма. В Сочи началась проверка предприятий, которые занимаются шиномонтажом. Только в Центральном районе уже проверено 24 точки и выявлена масса нарушений, главный из которых – отсутствие договора у таких компаний на утилизацию покрышек. Автошины относятся к опасному классу отходов. Куда девать старую резину и что грозит неразивым предпринимателям, расскажем в нашем следующем сюжете. Такую картину можно наблюдать во всех районах города. А на контейнерных площадках то и дело появляются автошины. И лежать возле мусорных баков они могут неделями. Даже после визита САХа с контейнерных площадок они не исчезают. Все дело в том, что покрышки относятся к четвертому классу отходов. И утилизировать их компания, которая работает только с бытовым мусором, не то что не обязана, не имеет права. Автошины – это класс отходов, четвертый класс отходов, на который необходима лицензия для ее утилизации или переработки. В САХе такой лицензии нет. Мы не можем перерабатывать автошины, у нас нет такого оборудования. И люди, которые выбрасывают на наши контейнерные площадки, они в первую очередь нарушают законодательство, тем самым могут повлечь себе штраф. Надо сказать, покрышки на контейнерных площадках появляются не без участия недобросовестных предприятий, которые занимаются шиномонтажом. Такие компании сегодня проверила специальная комиссия, в состав которой вошли сотрудники городского управления торговли. В первую очередь проверяли наличие у шиномонтажек договора на утилизацию старой резины. В соответствии с действующим законодательством, у них у всех должны быть договора на утилизацию. Это может происходить двумя путями. То ли они сами отвозят на заводы, которые перерабатывают эти покрышки, то ли они заключают договора и в соответствии с этим предприятие, которое имеет лицензию, приезжает, забирает и увозит. Такой деятельностью могут заниматься только специализированные компании. Таких в Сочи две. У этой шиномонтажки на улице Пластунской не только не оказалось договора на утилизацию отходов повышенного класса опасности, но и других, обязательных для любого предпринимателя документов. Два дня назад мы здесь были, проезжали, проводили мониторинг, обследование. Предпринимателю было предложено обратиться в органы, налоговые органы, для того, чтобы встать на учет в качестве индивидуального предпринимателя. Вы видите, он до сих пор осуществляет деятельность, никуда не обращался. А хозяева этого СТО складируют изношенные шины на своей территории, что законом не запрещено. Но уже на днях обещают вывести покрышки. Соответствующий договор на утилизацию у этой компании есть. Покупатель, который приезжает за переобувку, он оставляет свою старую резину, отказывается ее забирать. Мы берем с него плату, а потом отдаем эту резину на переработку. Оставить старую резину на этой шиномонтажке для автовладельца обойдется всего в 50 рублей за 4 колеса. Небольшая плата в борьбе за чистоту города и экологию курорта. Ведь разлагаясь, покрышки выделяют в почву и атмосферу вредные вещества. А еще они очень пожароопасны. К слову, только в Центральном районе специальная комиссия проверит 45 станций техобслуживания. Пока из 24 осмотренных только у 15 есть договоры на утилизацию покрышек. В отношении остальных недобросовестных составлены протоколы, материалы направлены в правоохранительные органы. Но что касается автовладельцев, которые, например, меняют колеса самостоятельно, и им нужно выбросить ненужную резину. Придется немного раскошелиться. Ведь покрышки в компаниях по переработке принимают только за деньги. И наверняка не каждый готов ввести шины до пункта утилизации, а потом еще и платить за то, чтобы их сдать. Сейчас в Москве принимается новый закон о том, что людям даже будут за это платить. За то, что они утилизируют автопокрышки. Потому что этот отход будет в дальнейшем переработан для какого-то другого сырья. Для изготовления тротуарных дорожек, покрытия дорожного, спортивного покрытия. Но пока такого закона нет ни в столице, ни в нашем городе. Остается надеяться только на сознательность сочинцев. Ведь правильно, без вреда для окружающих утилизировать вещь, которой ты сам пользовался, это и есть цивилизованный подход, который так пропагандирует курорт. Ольга Десятого, Николай Тихонов, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Несколько частных домов в Адлерском районе остались без воды. К такой уже известной в городе практике пришлось прибегнуть участникам рейда. Причиной визита на улицу Киевскую стали обращения очевидцев, снявших на видео, как из трубы частного дома нечистоты текут прямо в ливневку. Еще год назад многие владельцы домов по улице Киевская в Адлере считали подключение к центральной канализации лишней тратой сил и средств. Убедить людей в обратном пришлось в специально созданной комиссии. В итоге сочинцы собрали деньги и построили канализацию. Свежие заплатки на асфальте – свидетельство того, что теперь здесь все по закону. Впрочем, на той же Киевской все-таки есть дома, которые пока пользуются ливневкой, как выгребной ямой. В итоге на десятки метров разносится невыносимый запах нечистот. В качестве доказательства – вот эти кадры, которые прислали зрители. Сейчас потоков воды не видно. Но чтобы у владельцев предь не было возможности нарушать закон, применяют исключительные меры – отключают дом от водоснабжения. Участники рейдов подчеркивают, по ливневой канализации потоки воды должны идти только в дождь. То, что происходит сейчас – следствие нарушения природоохранного законодательства. Помимо этого здания, сегодня без воды остались еще два частных дома. В целом же работа по подключению к центральной канализации в Адлерском районе идет активно. Еще порядка 150 домов на этой и соседних улицах в ближайшие дни подключатся к системе. Сети они свои проложили, внутренние и внешние. Установили насосную станцию, которую, видимо, единственное, осталось у них получить шкаф управления для запуска этих сетей. Но ввиду технических проблем, немножко процесс затянулся с поставкой данного шкафа. И поэтому мы ежедневно данную группу домов, порядка 150 домов, отключаем от водоснабжения с 9 утра до 9 вечера. Следят за свежестью воздуха и чистотой окружающей среды водоканал, Роспотребнадзор, водосток, районная администрация. Контролирует этот процесс первый заместитель главы города Мугдин Чермит. Результаты работы рейдовых групп подводят еженедельно. И статистика положительная. Но расслабляться не стоит. Многие нарушители даже после отключения от воды самовольно подключаются вновь. И тогда по ливневым канализациям вновь устремляются потоки. Пока такие случаи происходят, ежедневные рейды не прекратятся. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. Продолжаем. Сегодня в Сочи начали выдавать избирателям открепительные удостоверения во всех участковых избирательных комиссиях. Только в Центральном районе их работает 63. Документы, позволяющие избирателям досрочно голосовать за территорией курорта, можно будет получить до 17 сентября. Планируется, что в Центральном районе города этим правом воспользуются горожане, которые в день голосования будут находиться на своих рабочих местах. Это спасатели, полицейские, медики и сотрудники оперативных служб. Свой голос за кандидатов в депутаты Госдумы смогут отдать и туристы. Свой голос избиратель может отдать в любой точке, в любой участковой избирательной комиссии по всей нашей стране, где в тот момент он будет находиться. Если вы не получили у себя открепительное удостоверение, не позже, чем за три дня, подойдите в ближайшую участковую избирательную комиссию, напишите заявление. Решением комиссии вы будете включены в дополнительные списки и сможете проголосовать. Получить открепительное удостоверение можно по будням с трех часов дня до семи вечера, в выходные с 10 утра до 14 часов. Всего на территории города будут работать 220 участковых избирательных комиссий. Кандидат в депутаты Государственной Думы от партии «Яблоко» Александр Кузнецов сегодня выбыл из предвыборной гонки. Причина – неудовлетворительное состояние здоровья. Александру Кузнецову 51 год. Он из города Белореченск, который входит в сочинский одномандатный избирательный округ. На днях в интернете появились сообщения, что кандидат от партии «Яблоко» снимает свою кандидатуру из-за якобы оказанного на него давления и угроз в адрес его близких. По словам же самого кандидата, сняться с выборов его заставило здоровье, которое стало резко ухудшаться в ходе предвыборной гонки. Никакого давления на него оказано не было, признался кандидат. Просто не рассчитал свои силы и хронические заболевания напомнили о себе. У меня сахарный диабет, сильно много нервничал, поэтому начались осложнения. Ну и потом все-таки Белореченск немножко далековато от Сочи, я просто не рассчитал свои силы, потому что надо ездить, надо работать. В общем-то, какой-то там поддержки от товарищей я не получил, как бы, ну, в общем-то, переоценил свои возможности немножко. Поэтому, так сказать, добровольно было принято решение. Для меня это было, да и для членов всей комиссии это было несколько неожиданное решение. Поскольку мы уже больше чем месяц, да, почти два месяца работаем с кандидатом, и, как бы, предпосылок таких не было. Тем не менее, заявление легитимно. Кандидат был предупрежден о том, что обратной силы оно не имеет. По решению комиссии мы будем вынуждены для того, чтобы соблюсти процедуру, заклеить на информационных плакатах этого кандидата и в бюллетенях, соответственно, произвести вычеркивание. Напомню, выборы депутатов Государственной Думы состоятся 18 сентября. В Сочи наступит оранжевое лето. Так называется городской фестиваль, на котором подведут итоги работы летних досуговых площадок. 10 сентября в 10 часов на площади Южного Мола будут проходить различные анимационные программы, за участие в которых детям будут вручены поощрительные призы, а победителям специальные эстафеты – подарки. Все желающие могут принять участие в спортивных соревнованиях, увидеть шоу мыльных пузырей и выступления фокусника. В течение всего лета на детских досуговых площадках города проходили яркие мероприятия. Более трех тысяч детей ежедневно находили себе занятия и были под присмотром аниматоров. Сюда же приезжали и специалисты, рассказывали о профилактике вредных привычек, безопасном поведении на дорогах и здоровом образе жизни. Глава города подведет итоги масштабной работы всех отраслей, занятых в организации отдыха, оздоровления и занятости детей с награждением лучших работников. На праздник приглашаются все желающие. Сегодня в волонтерском центре чемпионата мира по ФИФА, открытого на базе Сочинского госуниверситета, прошло собеседование с кандидатами в волонтеры. Их отбор начался чуть менее чем за два года до начала матча чемпионата мира 2018 года, так как одновременно все волонтерские центры готовятся принять участие в Кубке Конфедерации 2017. Список волонтеров будет утвержден в начале 2017 года, а в марте для них стартуют специальные обучающие курсы для работы на Кубке Конфедерации. Подано по всей России более 100 тысяч заявок, а в Сочи около 6 тысяч. С 1 июня любой желающий со всей России подавал заявку на волонтера чемпионата мира по футболу. Он прошел тесты, прошел тест английского языка. И сейчас мы всех этих кандидатов с 7 сентября начинаем приглашать в наш волонтерский центр, Сочинский госуниверситет по улице Плацунская, 94, для прохождения процедуры интервью. Тестирует кандидатов сотрудники волонтерского центра СГУ, которые прошли специальное обучение. Всю интервью проводится по методике, разработанной профессионалами в области отбора персонала. Кандидат отвечает на вопросы, в ходе чего определяется его стрессоустойчивость, ответственность, коммуникабельность. Ряд вопросов на английском языке, чтобы отвечающий смог подтвердить заявленный во время онлайн-теста уровень знаний. Я волонтер уже с опытом, то есть я работала до Олимпиады на тестовых соревнованиях здесь, в Сочи. Соответственно, это уже стиль жизни, поэтому я пришла продолжить испытать что-то новое на сей раз футбол. Не обойтись и на этот раз без волонтеров серебряного возраста. Ольга Колонова не пропустила ни одно важное мероприятие, проходящее в Сочи. Олимпиада, Паралимпиада, Формула-1, регата больших парусников и всемирные хоровые игры. Не раздумывая заполнила анкету, будучи волонтером, и такое мероприятие проводится в нашем городе, вернее в России первый раз, тем более в нашем городе, и отстаться в стороне, как-то это не для меня. Те, кто получат максимальные баллы по оценке экспертов, имеют все шансы стать лидерами команды волонтеров на чемпионате мира 2018. Елена Всец, Надимир Даниловский, телекомпания ФКТ. На сегодня это все новости. Завершаем выпуск информации от наших партнеров. Сеть салонов тканей для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье и пошивштор на заказ. Ну а все новости уже на нашем сайте. В студии была Инга Габеши, о всем самого доброго и до встречи в эфире.